Привет! Всех приветствую на моём канале Марафон Здоровье и Разговорный Марафон 318 дней, как я выхожу на ходьбу И эту ходьбу называю марафоном Почему? Потому что каждый день выхожу Без выходных, без праздников Сегодня, как видите, вечер Солнце почти село, где оно там, солнышко В общем, я забрела в такую красоту Что просто наслаждаюсь Почему вечером вышла на свою ходьбу? Утром ЧП произошло Утром я вышла, прошлась немножко Не очень много Потом замечаю, что у меня на спине что-то мокрое Открываю рюкзак, а там вытекла вода И моя аппаратура плавает в воде Аппаратура, телефон Один телефон в порядке, старый, а новый не работает Так что можно было, конечно, походить Да Ой, я сейчас вам покажу Какие красивые Какие огромные Желуди Вау Супер 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 Желуди Так что утром Я уже Не стала ходить Побежала Домой спасать телефон Отнесла в ремонт Жалко Телефону 5 5 месяцев Да Ну, не жалко С ним будет все в порядке Если не будет, то Буду пользоваться старым телефоном Или Приобрету себе новый Так что Никогда не огорчайтесь Ни по какому поводу Вывод просто делайте Хорошо закручивать бутылочку нужно Или вообще Ставить ее отдельно Вот А вечером Такой контингент Совершенно Совершенно другой Другие люди ходят Утром все знакомые Но все равно супер Что Что я хочу сказать Если я заблужусь То последнее Где я была На Зайчьей поляне Передадите, да? Да Это я так шучу Да Кто еще не решился Выйти на ходьбу Последнее предупреждение Выходите Вам понравится Вы быстренько Переделаете Все свои дела Лишь бы Только Выйти Походить Вот такая Супер зависимость Так Разговорный марафон Не знаю Не знаю про что Такой Солнце Вам покажу Садится Видно? Видно Солнышко Садится Я как-то хотела Поговорить Про деток Про конкуренцию Что сказать? Совет на миллион Если учите Детей Играть В какие-то Игры Никогда Не поддавайтесь Для начала Чтобы Научить ребенка Какой-то Стимул Что он выиграл Там Поддались Один раз Да? И все И забудьте Про поддавки Пусть Выигрывает Выиграл Как говорится Мама Выиграл ребенок Выиграл папа Только в таком порядке Никогда Не поддавайтесь Вы Этим Избежите Кучу-кучу Проблем Вот Потому что Сколько я сейчас Замечаю Дети Просто В истерике Если они Не выигрывают Да В жизни Нужно Уметь Проигрывать Это Очень-очень Важно Нужно Объяснить Ребенку Что Как бы ты Хорошо Что-то не делал Найдется Человек Который Лучше Тебя Это делает Так что Не поддавайтесь Деткам А я Действительно Зашла Здесь Много Так Привалов Пикников Всяких Костры Люди Здесь Палят И я Хожу И разговариваю Так что С нашими Детками Все понятно Не Поддавайтесь Ни Ко 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 Не Ну Никогда Через раз Выигрывайте Через раз Обязательно Пусть он Выиграет Но только Не постоянно Потому что Если вы так Сделаете То избежите Очень Очень Многих Проблем Не только Когда он Маленький Но и В жизни Вот Кажется Ерунда Такая Да Про Конкуренцию Наглядные Примеры Как мы В детстве Конкурировали Друг С Была Подружка У меня Друзей Двор Большой Много Друзей Много И Вот Может Вы Помните Как Как В детстве Мы Выходили На улицу Скипка Хлеб Корочка Хлеба Отрезанная Намазана Чем Нибудь Это Называлась Скипка Вкусно Было Да А чем Ее Мы Мазали Чем Угодно То ли Маслом Сливочным И Сахарком То ли Маслом Подсолнечным И Солькой Вот А когда Не было Масла Мы Посыпали Солькой Эту Корочку И Натирали Сверху Чесноком Вот Это Детство Было Да И Нас Никто Не Учил Мы Учились Как Говорится Сами Родителям Не До Нас Было Они Работали И Все Мы Добивались Достигали Своими Своими Как Говорится Лбами Набивали Все Да А что Я вспомнила Про Вот Это Вот Скипки Ну Потом Конечно Наверное Все-таки Побогаче Стали жить Не знаю Как-то Вот В самом детстве Скипочки Только Конфет Не помню Представляете Нет Не помню Чтобы такое Что-то было Конфеты А уже Когда мы Такие Школьники Были Уже Там Конфетки Были Значит Уже Лучше Стали жить И Всегда Делились И Когда Мы Выходили Во двор У нас Такая Была Привычка Если Ты Не Хочешь Ни С кем Делиться Выходишь И Говоришь Сразу 41 Ем Один Все Если Ты Это Сказал Значит Тебе Даже Не Пристают А Вот Если Кто-то Вышел С чем-то Полные Руки Да И Молчит Не Говорит Так То Мы Кто Хотел Чего-то Угоститься Говорили 48 Половинку Просим И Все Тут Обязан Был Поделиться Ну Конечно Мы Уже Подрастали Такие Вот Все Привалы Интересные А Когда Мы Подрастали То Уже Так Не Говорили Ну Просто Кто-то Выходит Если Полные Руки Чего-нибудь То Явно Хочет Поделиться И Дай Говоришь Дай Дай Конфетку Одна Девчонка Такая Стала Умная Кто Ее Научил Не Знаю Может Скорее Всего Мама И Говорит Не Дам Мы Так Слушайте Зачем Вышла С конфетами Дразнить И Говорим Ты Жадная Она Говорит Нет Я Не Жадная Но Я Не Дам Так Бесила Это Вот Вот Это Ее Не Дам Просто Научила Меня Не Просить Никогда Потому Что Услышать Что за Крики Услышать Вот Такой Вот Отказ Это Очень Неприятно Как Как Так Так Что Я Смотрю Другие У нее Просят Она То же Самое Говорит Не Дам Странно Очень Странно Вообще Так Что Вот После Этого Момента Просто Мы Такие Лоб В лоб С ней Сошлись И Ничего Друг Другу Никогда Не Уступали Вообще И Было Очень Много Моментов Я Сейчас Расскажу Несколько Вот Например Пошел Разговор Про Прокалывание Ушей Вот Мы Поговорили Кто-то Там Из Старших Девочек Проколол Уши Еще Кто-то Вот И я Говорю Я тоже Хочу Проколоть Уши На что Мне Вот Это Моя Подруга Конкурентка Говорит Ты Не Проколешь Уши Ты Никогда Не Проколешь Уши Так Злость Берет Вот Да Я Говорю Да Я Сейчас Проколю Уши И Беру Ниточку Иголочку Чем Смакиваю Не помню Уже Ну Скорее Сего Спирта У нас Не было Духами И Прокалываю Мало То Что я Прокалываю Сама Смотрю В зеркало И прокалываю Сама Ухо Вот Что Что Такое Конкуренция Да А потом Пришлось Ей же Мне Второе Ухо Прокалывать Потому Что Это Уже В зеркало Не Проколешь Не Видно Как Если Это Еще Удобно Было Колоть Вот Такие Потом Что Еще Интересные Случаи Были Что Мы Друг Другу Не Уступали Где Там Мы Гуляли Уже Не Знаю Класс Шестой Это Был Может Седьмой Скорее Седьмой Класс Вот И Уже Вроде Все Нагулялись Собрались Домой А Она Не Хочет Ехать Моя Подруга Это Я Прямым Прямым Таким Текстом Говорю Что Из-за Вовочки Не Хочешь Она Говорит Нет Не Из-за Вовочки Просто Не Хочу Мне Это Как Всегда Бесит Мы Не Можем Уехать И Ее Оставить Приехали С Компанией Вот Я Говорю Из-за Вовочки Из-за Вовочки Она Нет На Вот Ключи Если Ты Думаешь Что Из-за Вовочки Бросай Их Я Говорю И брошу Давай Взял Ее Ключи А Она Еще Не Бросишь Я Я Прямой Наводкой Где Как Стояли Так И Бросила А там Какой-то Ручеек Болото Что-то Такое Все В шоке Все Да Связку Ключей Выбросила Конкуренция Мост Все На Одну Ступню Я Ушла И Другие Ушли Моя Вот Эта Подруга Конкурент Она Продолжает Ити А Потом Это Еще Мало Того Что На Одну Такая Вот Маленькая Дорожечка На Одну Ступню Она Еще Такой Неровность Неровный Край Стал Такой Она Идет Я Не Понимала Вот Это Сила Воли Да Вот Это Сила Воли Я Слабее Я Ушла В Сторон Да И Вот Это Вот То Что Я Слабее Ее Мне Как Долго Как Бы Вот Это Мучило Мучило Но Я Все Равно Я Потом Уже Понимаю Что Это Не Сила Воли Это Глупость Это Большая Глупость У меня Все-таки Сработал Инстинкт Самосохранения Какая Я Смелая Не Была Но Здесь Я Остановилась Потому Что Потому Что Молодец Так Что Воспитывайте Детей С Самого Детства Рассказывайте Им Что Что Можно Делать Что Стоит Делать Где Стоит Рисковать Вот Могут Ли Они Побеждать Во Все Да Вот Такие Нравоучения А Я Просто Наслаждаюсь Вечерней Своей Прогулкой Довольная Что Я Вышла На Прогулку На Ходьбу На Марафон На Свой Я Уже Говорила Что Если Вдруг У Меня Как-то Не Очень Получается Выйти И Я Все Таки Выхожу У Меня Да Просто Счастье Да Счастье Нет Просто Хорошее Настроение Так Что Я Молодец Видите В чем Я Молодец Наслаждаюсь Жизнью Выделяю Два часа В жизни На Ходьбу И Довольная Довольная И всем Советую Все До завтра Пока Пока Продолжение следует